так друзья здравствуйте хочу пару слов рассказать про философию синтализма кто я я это дмитрий солодилов я когнитивный психолог а также автор книг серии разномыслия под псевдонимом соловин логик соответственно давайте расшифруем синтализм это системный синергетический синтез то есть основная тезис синтализма это синтез синтез это происходит синтализм от диалектики гегеля у гегеля было тезис антитезис соединяясь превращается в синтез синтез приходит и их слияние другие источники синтализма это квантовая физика то есть мы там принцип нам ассамблера используем принцип относительности то есть синтезме нет понятия и ну как бы он пытается сбежать понятия истины потому что в принципе все естественно да по большому счету или все и сложно не принципиально но вовсе на при синтализм вводит понятия этого гипотезы то есть все из гипотеза которая является истинной с определенной вероятностью найти какой-то электрон летает вокруг атома ядра он не находится в каком-то месте точно он находится вот каждом месте с определенной долей вероятности то есть по синтализму истина эта гипотеза которая является истиной определенных условиях с определенной вероятностью вот соответственно квантовая физика потом значит опять же в понимании синтализма истина это вот есть две крайности тезис антитезис до каждый из этих крайностей горит я истина истины пытается друг друга удай удушить до удавить вот итак образуется невротический конфликт напряжение невроз пытается психоз задавить и синтализм вводит в это понятие понятия градиента диэлектрика то есть как бы между вот этими двумя сущностями как бы молнии проскальзывают такие вот молнии они как на кардиограмма сердечная как градиент как дегенерать дегенеративный алгоритм генеративный генеративный алгоритм это живые алгоритмы такие работают все живые системы работают по генеративному алгоритму да то есть как молния этот молния так вот проскальзывает между двумя этими анодом и катодом до образуется истина то есть по синтализму синтез и истина это троица как христианцы нам говорит троица то есть есть катод анод и между ними молния проскальзила и так они достигли целостности причем если мы не позволим двум этим крайностям взаимо уничтожиться а разделим их диэлектриком как это когда возлюби ближнего своего до когда мол не будут так вот между ними летать но это будет каждый карť бэндус то есть много истин будет образовываться и так вселенная как бы будет растись информация будет нора системе растить и молнии будут все уникальными то есть каждая этому ли это как форма реального мира до то есть это отдельный образец истины которые как бы здесь локально ограниченно существует, да, который как ну, как гипотеза. Но при этом в системе происходит рост информации, то есть, вселенная как растет, как. И в этом смысле книга разномыслия философия синтализма, она как бы производит мысленный эксперимент, она как бы создает нашу вселенную. То есть, вообще, сама книга разномыслия, она построена по модели нашей вселенной, как она в понимании синтализма или философии может работать, да. То есть, этот рост постоянный происходит, потом, так, единое информационное поле, а формы, они как бы отражают в себе каким-то уникальным образом информацию. Ну, у нас все описано там в сетях, можно почитать, там есть описание философии синтализма. Вот. Много и нудно по этому поводу написано. Вот. Значит, что мы, значит, мы вот это выявили понятие молнии, истины. Причем интересно, что когда книга разномыслия к этому как приходит, она этот, смешивает этот истинный, это есть парадокс, она вот эти, создает одноранговую систему, одноранговую, нейрорхическую, бесклассовую систему, как хаос. Там информация перемешивается, и многие из них противоречивы. И вот между ними, вот эти вот молнии, как бы возникают, противоречия, и они, как бы, система растет. То есть, как бы информационная база, разномыслия все время возрастает. Вот. Ну, так опять же, мы используем квантовые, законы квантовой физики, да, используем. То есть, это наш источник. И в этом смысле мы, допустим, к третьему источнику синтаризма приходим, ты знаешь, как молния происходит, что такое молния? Молния – это инсайт, инсайт. И мы рассматриваем этот инсайт, мы смотрим третий источник разномыслия, это искусство, это фильмы, книги, сериалы, мультфильмы какие-то, да? То есть, деятели искусства, у них тоже в голове инсайт происходит, они как молния проскользнула, они там что-то придумали классное, да? И синтаризм – это эти вот источники рассмотры. То есть, третий источник синтаризма – это искусство. Вот. Дальше, в этом смысле синтаризм, говорю, изучает и культуру, и искусство, и книги. В источниках синтаризма около трех тысяч книг, самых значимых книг в истории человечества. В принципе, синтаризм аккумулирует в себя знания за шесть тысяч лет истории человечества, да? Причем новое, поскольку в синтаризме нет понятия истины или ложь, оно как гипотезы их рассматривает, и поэтому можно создавать огромное информационное поле, где вот эти вот маленькие песчинки информации между собой взаимодействуют молниями, и информация еще раз множается, еще больше новые гипотезы рождаются, как это может существовать. То есть, информационная база синтаризма растет. Вот. То есть, в этом смысле синтаризм изучил все существующие философии, религии, книги какие-то, да? То есть, и в принципе согласился со многими, потому что в синтаризме нету понятия, опять же, лжи какой-то или истины, то есть, все является долей, то есть, все является в определенных условиях, в определенных обстоятельствах одновременно и истиной, и ложью. То есть, мы достигли целостности вот этого информационного пространства, да? Вот. И еще важно хочу сказать, чтобы люди понимали, что синтаризм в данном случае это игры разума. То есть, не надо напрягаться как-то там, что-то какие-то люди любят напрягаться, а все время нет. Это игры разума. Игры разума это развлечение, это отвлечение. Потому что, ну, чем человеку заниматься? У нас люди все время заняты, как, знаете, крестинами бегами, да? То есть, кто-то там бегает, знаете, как жук-скоробей свой, там, навозный шарик катает, там, или там сизиф твой камень на кору тащит. То есть, люди поглощены суетой и страстями, пороками, идолами. И в этом смысле, конечно, познание радостное. И познание нас отвлекает, и вот это же, когда молния возникает, это инсайд, это же радостно, да? То есть, это как бы какое-то счастье дарит, покой в душе. И поэтому тоже важнейшая цель синтаризма от этого достижения покоя, радости, отвлечения от пороков, каких-то от искушений. То есть, ты познаешь мир, и тебе хорошо. Вот я познаю мир. Я вот последние лет, наверное, 10 уже этим занимаюсь. Я 10 лет нахожусь в состоянии счастья. Это же как-то вообще потрясающе прожить 10 лет в состоянии счастья, да? Мало, ну, как бы достижения, считаю. И как бы, ну, это радость, да? И самое интересное, что инсайты никогда не кончаются, потому что мы же не взауманничтожаем вот эти тезис-антитезис. Они с вами рождаются новые. То есть, на самом деле, каждый день дается откровение. И в этом смысле книга разномыслия, философия, синтезизма, ее нельзя познать. Она бесконечна по своему размеру, как вселенная. Она все время расширяется, да? Это является какым бесконечным источником радости, энергии, да? Потому что, когда молния так вот пролетает, она как, ну, проскальзывает, пробой электрического выделения, энергии происходит. И сознание человека может с этой энергией питаться. То есть, это прикольно. Это интересно. Еще важный момент по поводу синтезизма. Мы называли источники, и ведь, поскольку это наши источники, потому что, допустим, взял синтезизм, познал христианство, например, да? То есть, синтезм христианство не спорит. Или там мусульманство он познал, или буддизм, или я не знаю, что он там мог еще позвать. Когнитивную философию, когнитивную психологию, там прагматизм познал, да? И он, когда это все познал, он себя включил. И это стало его содержанием. Потому что познание есть согласие. Когда мы познаем, мы соглашаем, и все эти, ну, как бы знания получаем. То есть, в этом смысле синтезизм не спорит с тем, что он познает. Он познает, он согласен, он находит смысл этого. То есть, он расшифровал. То есть, большое достижение синтезизма, это расшифровка образов. Кстати, вот у нас еще один из источников, это юнг, юнгианство. Юнг говорил о коллективном бессознательном и об образах сознания, да? Об образах сознания, которые формируют наше сознание. Это образы к нам приходят из религии, из книг каких-то, пословиц, да? Соответственно, мы эти все штуки, синтезм, это все расшифровывает. Расшифровывает, это потрясающе. То есть, синтезм может, когда находит истину, то взяли, допустим, представьте, вот я вот раньше не знал христианство, да? А потом я думал, там они христианцы что-то говорят, и что непонятно, там какой-то. А когда вот его расшифровали, все его знаки, символы, поняли, что там вообще потрясающие вещи, они радостные. То есть, все там, прям так, классно, да? То есть, классно радует. То есть, все истинно. Надо просто понимать, как это истинно, как оно взаимодействует и взаимодействует с другими деталями. То есть, потрясающе. Вот. То есть, на самом деле, вот этот инсайт, это когда невротический раскол заканчивается, молния соединяется, в целостности приходим, да? То есть, это познание, по сути. То есть, как сходятся крайности парадокса в одно целое. Вот. И все время это разные исходимости, и можно по-разному их сойти, потому что этих молний могут быть десятки, сотни. Все время они разные. И вот это мы создаем градиент, когда две крайности соединяются не одним перешейком, а сотнями, тысячами. Вот нам кажется, троица, допустим, да? Но на самом деле не троица. На самом деле, тысячи путей. Тысячи, десятки тысяч. То есть, нам вот эта вот молния, градиент посредине, это не одна дорога. Там есть одна прямая дорога. Но на самом деле, там не прямая дорога. Прямая дорога к взаимоуничтожению ведет. А вот эти молнии, которые возникают, пробои электрических, тысячи, тысячи, миллионы, их бесконечное количество. И таким образом, как бы, расширяется сущность, да? Очень интересно. То есть, таким образом, синтолизм смог доказать все тезисы, допустим, христианства, там, например, да, предположим. Там расшифрал, что эти все там ихнии, там, ну, то есть, потрясающе, да? Ну и вообще, задача синтолизма, например, была такая любопытная. Ну вот есть же такой тезис христианский, все есть бог, допустим. Да, не только христианские мусульманцы, да, Аллах все есть Аллах. И причем надо понимать, что бог это не какой-то там мужичок с бородой, да? Бог это абстрактный символ, да? Достаточно большой, хороший. Ну, есть описание. И существует такой интересный вопрос, синтолизм себе странную цель такую ставит, он создает себе вопрос, а существует ли что-то, что не является богом? Что такое бог? Бог это, допустим, благо. Бог это, допустим, истина. Возникает вопрос. А существует ли что-то, что не является благом? Или что-нибудь существует ли то, что не является истиной? И в этом смысле синтолизм говорит, что не существуют лжи, не существует ни благо. Ну то, что мы не смогли найти. Кто найдет, скажите. Мы как бы изучим этот вопрос, да? То есть мы изучаем. Но все время отрицается, то есть задача синтолизма – отрицание критиков. То есть вы что-то начинаете критиковать, вы говорите, это ложь, а мы берем и доказываем, что это истина. Вы, допустим, Человек, допустим, критик, критик говорит, это плохо, а он доказан это хорошо. То есть, как он сходится с хорошим, где, с какой стороны. Это как с пчелой. С пчелой важнейший, ну, как бы, один из символов, допустим, синтолизма, допустим, пчела. Пчела кусается. Ты говоришь, плохая пчела, она меня укусила. Но она хорошая, допустим, с другой стороны, потому что он цветы опыляет, летний мед есть, например, да? Поэтому не надо убивать. Это заповедь Христоска, не убей, потому что ты познал, понял ее пользу. Или, допустим, комар. Тебе комар не нравится, а тебе рыба нравится. А рыба любит комары. Не будет комаров, умрет рыба. Понимаете? Вот. Или, например, всеми же волками, например. То есть, волков как-то вот был, я помню, в Елунском заповеднике была ситуация, там решили волков убрать, типа они плохие. Волков убрали, лоси размножились, пожрали всю траву, берега размыли, там, в общем, катастрофа экологическая населась, да? То есть, когда мы что-то познаем, мы понимаем, что все-таки то, что мы считали плохим, в нем есть хорошие элементы. Кстати, потом волков вернули, их писать, завозили, потому что мне казалось, нельзя без волков жить. В общем, синтонизм познает эти вещи, он познает благо, и он приходит к пониманию, что есть благо, как им пользоваться. И таким образом он приходит к какому-то, знаете, опять же, проблему страхов, неврозов решает, напряжение. Так, когда понимаешь, что мир благ, что, в принципе, ну, хорошо, да, все хорошо. Помните, как, ну, аллегорический Бог создавал землю, он каждый день говорил, это хорошо, это хорошо, это хорошо, да? А вот это все хорошо. А что такое плохое? Плохое – это лучший брак хорошего, да? Это когда перебор совершили, перебор – это проблема, потому что зачем ты торопишься, да? Да. Вот. Ну, вот такие я краткие тезисы сказал, то есть, еще раз я повторюсь, для них, кто не понимает, это когнитивная, гипотетическая философия, игра разума, то есть, это как бы людям, которым, ну, нравится думать, размышлять это, рассматривать, познавать, это для них. Вот, то есть, это, опять же, это отвлекает сознание от всяких, там, служений той же гордыни нашей, тщеславия, пороком, да, сидишь, занимаешься познанием, ну, классно же, радостно, да, не надо тебе, как бы, напрягаться по каким-то другим вопросам, да? То есть, это для интеллектуалов, это философия, для интеллектуалов, для ценителей, для ценителей искусства, науки, философии, разума, да? Вот. Вы понимаете меня, да? То есть, это такая, кто понимает эту красоту, понимаете, увидеть эту вот новую форму, знаете, вот, в чем цель искусства, создания новых форм. И вот, синтаризм превратил философию в искусство, то есть, цель философии искусства, как любви к истине, создания новых форм истины, новых уникальных форм истины когда вот эти молнии сайта про мелькают возникает новая форма на красивая это эту красоту видишь она тебя радостью наполняет и энергией и таких вот формах много они возникают каждый день тысяч это не одна какая там познал одну истину и успокоился нет это каждый день их на протяжении всей жизни да то есть это познание опыт смысл жизни это опыт а опыт есть inside и вот к этому приходит синтализм поэтому кому интересно изучайте очень потрясающая вещь я вот ее развиваю эту философию последние 10 лет это были самые счастливые 10 лет моей в жизни а в принципе то есть это классно красота так что друзья наслаждайтесь наслаждайтесь спасибо до свидания